Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре начался новый сезонный призыв. И давайте немного попризываем. Сделаем мы сегодня икс 30 и попробуем поймать каких-нибудь новых героев. Сюда добавили как новые пятерки, так еще и четверку и тройку. То есть шансов уйти отсюда с чем-то новым будет гораздо больше. Также давайте посмотрим, какими эти герои вышли в релиз, потому что на бете-то меняли даже скорость набора маны. Ну и вообще определимся, стоит ли их ловить или нет. И начнем вот с первого героя, Купидон, красная пятерка. Скорость маны средней. А на бету этот герой изначально вышел с быстрым набором маны. Потом его прям там изменили и сделали средним. Ну и сейчас он в релиз также вышел средним. Это не хорошо, не плохо. Тем не менее, даже с такими изменениями этот герой, ну, может играть на большинстве режимов игры. Ну и дальше, я думаю, мы поймем, почему это сделали. И вопросов у нас по этому поводу, скорее всего, не возникнет. Наносит 295 урона целей ближайшим врагам. 295 со средней маной, это немного. У красных есть тот же Астерий, он наносит 360 со средней маной. В начале хода цели враги поблизости автоматически используют целительные дары на герои с командой противника с наименьшим количеством здоровья. И действует это все три хода. И это просто крутейший навык, потому что получается это блокиратор на три цели. А целительный дар это ровно такой же навык, как, например, у Алифрики безумная атака, только с некоторыми модификациями. Если при ульте Алифрики у кого-то из героев набиралась мана, то они наносили урон случайному союзнику. Когда в этом случае, когда у них заполнится мана, они будут отхиливать героев из противоположной команды. Будут отхиливать на 20%, это примерно по 300 хп. Ну, отлично. И также они будут отхиливать героя самым низким здоровьем. То есть, ну, это лучше, чем кого-то рандомного. Также у них есть пассивки. Одна из них ровно такая же, как у Микоса. То есть, этим героям нельзя заблокировать использование особого навыка. Отличная пассивка, особенно на очень быстрых воинах и турнирах. То есть, ультует какая-нибудь Алифрика, в них попадает, им наносится урон и все. И они, то есть, могут в ответ также ультовать. А если учесть, что этот герой, именно этот герой еще и блокиратор. Ну, это реально пушка просто на очень быстрые воины и турниры. И другая пассивка семья купидонов. Одиночные герои получают на 20% больше любого лечения. Отличная пассивка. Здесь механика схожая с бардами. Если в том случае, одиночные герои получали плюс 5% генерации маны, то здесь будут получать на 20% больше к отхиллу. То есть, работает очень просто. Например, если у вас в команде стоит пантера, то любой хиллер будет ее отхиливать на 20% больше. Но если в команде будет пантера и, например, бегемот, а они с одного призыва, то эта пассивка на них не будет работать. Потому что у них уже включится семейный бонус. В общем, крутая пассивка. Сам герой тоже отлично. Еще и класс рейнджер. То есть, может обходить и контратаки, и бафы к броне и так далее. В общем, герой пушка. И следующий герой в тон. Скорость маны медленной. То есть, сразу приоритеты очень быстрые воины и турниры. Наносит 360 урона всем врагам. 360 с медленной маны. Это немного, но и немало. То есть, ну, нормальный такой урон. Убирает усиление у всех врагов. Отличный навык. То есть, если учесть, что да, его используют на очень быстрых воинах. Там часто таунты встречаются. То есть, ну, он может этот таунт снимать. Восстанавливает 8% здоровья за каждый снятый недуг. Каждому союзнику вплоть до 64 здоровья. Ну, еще и хилит. В принципе, неплохо. Тем более, с таким талантом он может гораздо больше 360 урона нанести. То есть, ну, и также отличная пассивка, что ему нельзя заблокировать использование особого навыка. Но если, например, ультанет какая-нибудь хилл в обычной своей версии, то она ему ману заблокирует. То есть, здесь нельзя просто блокировать именно использование особого навыка, а не сам набор маны. Ничего такого особенного нет. Могли его лучше сделать, если бы поменяли чуть последовательность ульты. Например, чтобы он сначала снимал все эти усиления, а потом наносил урон. Ну, сделали как сделали. В принципе, неплохо, но ничего такого нету. И следующий герой Химиро. Скорость маны очень быстрая. Отлично. Убирает усиление у целей, наносит 460 урона цели. А вот здесь уже крутейшая последовательность ульты. Потому что сначала, если ультовать, например, в таун, она его снимет, либо в контратаку, а потом уже пропишет 460 урона. 460 нормальный урон для очень быстрой маны. Есть, конечно, те же стиксы, которые вообще по 520 там наносят. Но из последних вышел на мушкетеров вот этот зеленый герой Атос. У него 470 с очень быстрой маной. Но есть тоже Хонс, у с 5 сезона он там 425 наносит. То есть 460, в принципе, приличный урон. Особый навык героя ближайших союзников наносит еще на плюс 40% урона в течение 3 ходов. Отличный навык. Он ровно такой же, как, например, у Квинель, только на 3 хода. То есть вы заряжаете этого героя и мультуете. Если у вас за 3 хода получается ее еще раз зарядить, а зарядить ее, ну, элементарно, то есть тройкой в пустоту, например, ну, либо 6 камней по героям, то в следующей ульту она уже нанесет не 460 урона, а 500 урона. Ну и соседние герои также нанесут больше на 40% этого урона. В общем, отличный герой, ну и можно смело качать, если выпадет. И следующий герой, четверка, Валапта, скорость маны средняя. Уничтожает всех паразитов героя и союзников поблизости и также их еще и хилит. Все хорошо, но только она это делает всего лишь на троих героев, а это уже минус. То есть, ну, очередной хилер в желтом цвете. У желтых уже был похожий хилер, только с медленной маной. Это герой из ВТК, но теперь сделали со средней. То есть даже если ее пытаться использовать на ОБ, например, да, из-за этой пассивки. Ну, там героев с паразитами, как правило, нет. То есть, ну, ничего такого особенного нет. И следующая тройка за Орола. Скорость маны быстрая, наносит 200 урона целей ближайшим врагам. Чем меньше маны будет у врагов, тем больше урона они получат. Максимум до 300. Отличная тройка на турниры будет заходить нормально. В целом герои вышли нормальные и с отличными пассивками. Здесь бы, конечно, хотелось поймать Купидона, либо вот эту вот синюю. В общем, давайте покрутим, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! И давайте первый призыв с Купидона и начнем. Желтый, четверка. Да, ничего себе сразу. Так, ну, начало вроде хорошее. Так, зеленый. Еще и тройка сразу. Давай еще пятерку, вот. Будет прям нормально. Фиол. Так. Желтый. Тройка. Желтый. Тройка. Опять четверка. Но две их точно не надо. Так, красных еще не было. Даже. Понятно. Давайте сюда прокрутим. Так, красный. Ну, давай. Ага. Так, сразу он навряд ли выпадет. Фиолетовый. Тройка. Давайте обратно к нему прокрутим. Зеленый тройка. Ну, вот этих можно, в принципе, и две оставить. Понятно. Так, ну, давай. Продолжаем. И давайте вот с нее попробуем. Желтый. Ну, понятно. Так, ну. Опять наш гард. Опять зеленый. Тройка. Ну, понятно. Сейчас их будет супать. Так, там уже гарант подошел. Здесь давайте идти разоберем. Ну, пятерка есть. Ну, и давайте сразу опять призыв. И давай сходу вторую пятерку. Нет, тройка. Ну, этих куча прям. Что, сколько там? Десять призов остается. Опять зеленый. Ну, смотрите, прям тройки с этими четверками прям сыпет. Синий. О, барьер. Колян, ну, мы пошли четверки. Давай на пятерки уже переходи. Все. Ну, давай хоть медленного. О, еще два призыва. И понятно. Так, и опять зеленая тройка. Да, только другая. Ну, что, ребят, вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.